В период нерабочих дней в общественном транспорте Самары ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Еженедельно организуется не менее 80 выездных проверок. За год составлено 435 протоколов, 25 из них за прошлую неделю. Сегодня рейды по проверке масочного режима стартовали с крупной транспортной развязки, с остановки на пересечении улиц Самарской и Полевой. Требования о том, что нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты, носить маски, которые плотно закрывают нос и рот, никто не отменял. Поэтому совместно с полицией, совместно с представителями перевозчика мы также продолжаем вот эти вот свои контрольные мероприятия. В ежедневном режиме они проводятся. С утра и до вечера охватывают все виды транспорта. В ходе одного из утренних рейдов на улице Галактионовской трамвая пришлось покинуть пассажиру, который забыл взять в дорогу защитную маску. Протокол был составлен в полицейской машине. В дальнейшем нарушителю придет судебная повестка. Размер материального наказания определит суд. Для граждан предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а вот для юрлиц сумма существенно выше – до 300 тысяч рублей. Применяются дисциплинарные взыскания и к персоналу предприятий-перевозчиков. Каждое утро начинаем с инструктажа. Они получают защитные средства, маски. Об этом напоминает также автоинформатор о том, что защитные средства в первую очередь должны быть надеты и у экипажа, и у пассажиров. Для кондукторов и водителей проводят собрание. Как быть в ситуации, если пассажир отказывается надевать маску? Практически все в масках. Редкий случай бывает, когда они без маски. Обращаемся, просим, чтобы одевали маски. Меры по борьбе с ковидом комплексные. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Также в городском общественном транспорте продолжается установка рециркуляторов. ЭПИД-обстановка в регионе остается напряженной, поэтому межведомственные группы продолжают рейды в усиленном режиме до особого распоряжения оперативного штаба. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События.